Здравствуйте! Мы продолжаем цикл лекций по истории Великой Отечественной войны, о героях, о победителях, вдохновляющих и тяжелых страницах Великой Отечественной войны, о том многообразии вооруженной борьбы, которая сотрясала все человечество в 1941-1945 годах. Сегодня мы поговорим о верхнем уровне принятия решений, о том, как принимались решения на проведение крупных операций, в которых задействуются и сотни тысяч, и миллионы человек, и о цене правильного и неправильного решения в проведении таких операций. Героем нашего повествования будет человек, которого не так часто упоминают в контексте Великой Отечественной войны. Это Алексей Иннокентьевич Антонов. Это грамотный штабист, который в феврале 1945 года получил должность начальника генерального штаба Красной Армии, но де-факто он начал выполнять обязанности начальника генштаба, то есть он по роду своей деятельности делал все то, что обязан делать начальник генштаба, много раньше. Именно он стал тем человеком, который сумел наладить взаимодействие и с фронтами, и с высшим военным и политическим руководством. Оно было отлажено до мелочей, и рассказывают даже о двух папках, которые он представлял Сталину разного цвета, со срочными делами и с теми делами, которые могли подождать, теми решениями, которые можно было отложить и которые нужно было принимать без спешки. И даже сам Сталин, когда находился в хорошем расположении духа, он ему, Антонову, говорил о том, что подавай мне эту папку, давай рассмотрим, что в ней требует подписания. Одним словом, деятельность Антонова, это была деятельность не только военного, но и политика. Того человека, который должен был и убеждать Верховное командование, и представлять ему информацию, зачастую нелицеприятную, и информацию о событиях, прямо скажем, неприятных и грозящих перерасти в катастрофы. Поэтому деятельность Алексея Антонова нельзя недооценивать. Но действительно, звездным часом для Алексея Иннокентьевича стал период планирования летней кампании 1944 года. Если бы тогда, во время Великой Отечественной войны, существовала служба опроса общественного мнения, позвольте себе принять такое допущение, вот если 9 мая пройтись по всем окопам и спросить, верите ли вы, что война закончится ровно через год, что 9 мая советские войска будут стоять в Берлине, в Кенигсберге, и встретятся с союзниками, боюсь, что верило в это тогда меньшинство. Конечно, в мае 1944 года советские войска разгромили крупную группировку немцев в Крыму. Конечно, за зимнюю кампанию прошлись огнем и мечом, и, можно сказать, отбросили в беспорядке две немецкие группы армий, которые на тот момент уже носили имя Северная Украина и Южная Украина. Была освобождена правобережная Украина, советские войска вышли на линию государственной границы, но вот с дальнейшим продвижением были большие вопросы. Давайте посмотрим на ситуацию с севера на юг. На дворе май 1944 года. На северном участке под Нарвой советские войска уже в течение нескольких недель ведут тяжелые позиционные бои, пока они не приносят желаемого результата. Южнее, под Псковом, тоже идут позиционные бои. Фронт на какое-то время остановился после успеха со снятием блокады Ленинграда. Еще южнее Белоруссии идут бои на подступах к Витебску, Корше, Бобруйску. Освобождение Белоруссии начато, но директивы ставки пока не выполнены. Перед советскими войсками и тяжелые условия местности, как в Прибалтике, так и в Белоруссии. Упорное сопротивление противника, который пока еще снабжается в колоссальных количествах и боеприпасами вооружения. Невзирая на удары авиации союзников, эти удары носили непоследовательный характер. И союзникам не удалось в том моменту ни выбить сталелитейную промышленность, ни подшипниковую промышленность, ни даже авиапромышленность Третьего Рейха. Они начали нащупывать болевую точку, но до реального эффекта от бомбардировок заводов синтетического горючего нас еще отделяют три месяца, до сентября 1944 года. Дальше к югу, только что немцами-контрударом пробит коридор к обороняемому эсэсовцами и карателями в окружении города Ковель. Еще дальше крупная танковая немецкая группировка обороняется на подступах к Львову, городу Станиславу, Ивано-Франковск. И вообще в целом вот этот участок фронта от Ковеля до Карпата, он до Нельзя насыщен новейшей немецкой бронетехникой. Здесь были собраны крупные силы, в том числе изъятые из Франции, которая уже угрожала высадка союзников. Но в тот момент они были собраны здесь, на Западной Украине, для того, чтобы противостоять натиску советских танковых войск. И надежды на какой-то быстрый успех на этом участке тоже были, прямо скажем, под вопросом. Тяжелые бои шли вплоть до мая. И, конечно же, освобождение правобережной Украины сопровождалось разгромом значительных немецких сил. И в том числе были обескровлены, частично уничтожены, понесли огромные потери как в боевой, так и в вспомогательной технике немецкие танковые дивизии. Но к лету они восстанавливались, они получили новую технику. А поступление в советские войска новых танков Т-34-85, танков ИС-2, оно еще пока оставляло желать лучшего. Во всяком случае, темпы поступления новой техники еще не позволяли полностью переоснастить советский танковый парк на новые мощные танки. Это удастся достичь только к январю 1945 года. Еще дальше на юг советские войска занимали плацдармы на Днестре. И большая проблема заключалась именно в этих плацдармах, в том, где и как они были заняты. Плацдармы находились в низине. Окопы тогда весной утопали в грязи. И самое главное, нахождение в низине обеспечивало немцам практически идеальный обстрел этих плацдармов с возвышающихся на поступок к ним высот. Дальше, да, Крым был полностью освобожден. Остатки 17-й немецкой армии вывезены в Румынию. Но большой проблемой Румынии как объекта для крупной наступательной операции являлись так называемые Факшанские ворота. Это такой природный коридор между горами и Дунаем, в которой румыны и немцы. В тот момент в Румынии находилась 6-я немецкая армия, две румынские армии. И они могли отойти в узкие Факшанские ворота. С 1943 года по приказу румынского диктатора-кондукатора Антонеску строились укрепления по последним достижениям французской школы. И эти Факшанские ворота могли стать непреодолимым препятствием на пути и к Бухаресту, румынской столице, и к нефтяным полям Аплаеште. Поскольку именно румынские нефтяные поля были самым ценным, что было в Румынии. И что самое главное, все эти позиции в Румынии, на Западной Украине, они все подпирались значительным числом бронетехники. Бронетехники с длиннострольными пушками, с новейшими танками «Пантера», «Тигр», которые могли справиться практически с любым советским танком, даже на дистанции около километра. Если все это знать, если на все это смотреть, то ситуация кажется патовой. Но был в Советском Верховном Командовании тот человек, который мог найти правильное решение. Не просто найти это решение, но убедить в правильности этого решения Верховного. То есть, лично, Юсифа Сталина. Конечно же, Алексей Иннокенчий Антонов не мог проехать по всему фронту, от Нарвы до какого-нибудь Шарпянского плацдарма на Днестре. Но у Антонова был свой инструмент. Это были карты с крупного масштаба. И любимым занятием Антонова, он действительно это любил, было рассматривать эти карты. Как человек высокопрофессиональный, он мог из тех линий, тех черточек на карте, которые обозначают рельеф, тех линий, которые обозначают свои войска и войска противника, выкристаллизовать план. Тот план, который позволит ускорить развитие событий, ускорить и освобождение советской территории и сокрушение противника. И Антонов, наклонившись над картой, долгими днями ищет то самое решение, которое должно было привести к нужному результату. Антонов после долгих размышлений счел, что лучше всего начинать летнюю кампанию с удара по белорусскому балкону. Белорусский балкон в тот момент был таким крепким орешком Советско-Германского фронта. Немцы, потерпев ряд неудач на центральном участке фронта, там, где воевал группа армийцентр, вынуждены откатываться от Курска, Орла, от Смоленска. И Антонов нашли, зацепились сначала за позиции так называемой линии Пантера, укрепленные позиции заблаговременно подготовленные, но когда их с этой линии сбили, они все равно крепко окопались в Белоруссии. Дальше, к северу, эта линия Пантера продолжалась, опиралась на Чудское озеро, позиции в районе Нарвы. Там действительно было, пожалуй, нечего искать успеха. И Антонов предлагает вот эти позиции, которые немцы держали несколько месяцев, которые они укрепили, которые они превратили в, казалось бы, неприступные бастионы, атаковать именно их. И атаковать незначительно, на самом деле, усилившимися войсками нескольких фронтов. По итогам неудач зимы 43-44 годов был изменен состав этих фронтов. Они стали, соответственно, первым, вторым и третьим белорусскими фронтами. Первый прибалтийский фронт, их предполагалось привлечь к крупной наступательной операции в Белоруссии. Причем предполагалось ее осуществлять два этапа. То есть сначала окружить немцев в районе Бобруйска и в районе Витебска, а затем идти на Минск. Поначалу, когда Алексей Накеневич предложил этот план верховному главнокомандующему Сталину, он был встречен в штыки. Сталин считал, что нужно продолжать наступать на Украине, там, где был достигнут успех предыдущей кампании, в зимней кампании. Но на самом деле попытки наступать на Западную Украину были бы обречены на провал. Во-первых, там действительно немцам была собрана крупная группировка танковых моторизованных дивизий, отдельных батальонов «Тигров», крупные силы штурмовой авиации. Одним словом, с учетом еще и природных условий этого направления, шансы на успех были, прямо скажем, невелики. Кроме того, даже если бы удалось продвинуться вперед, вряд ли бы удалось добиться действительно крупного поражения противника и оттягивания его сил с других направлений. Но в итоге, получив поддержку и Жукова, и Василевского, Антонов все же сумел отстоять план кампании, которая предусматривала его начинать с ликвидации Белорусского балкона. Она началась позже, чем первоначально предполагалось. Накапливали и боеприпасы, и подтягивали войска. Начали ее спустя ровно три года после начала войны с разведки боем. А затем к этой разведке боем присоединялось все больше и больше войск, и расчеты Антонова полностью оправдались. Антонов рассчитывал на то, что улучшением планирования операции и введения удастся сокрушить оборону немцев, и эти расчеты оказались совершенно правильными. Кроме того, испытывая головокружение от успехов в обороне зимних, немецкое командование изымало из состава группы армии «Центр» резервы, артиллерию, самоходки на прикрытие Западной Украины. И кроме того, именно в этот момент, то есть перед началом летней кампании 1944 года, германская разведка допускает самый большой просчет за всю войну. Был просчет относительно советских планов. И немецкая разведка считала, что главный удар в кампании будет нанесен по Западной Украине. Потом, позднее, немецкие генералы, конечно, все списывали на Гитлера, но по факту, с учетом расположения и советских танковых армий, они действительно в массе своей находились в тот момент на Западной Украине. И, исходя из разного рода косвенных признаков, сочли, что советский главный удар будет в районе Львова, в районе Ковеля. И это мнение лишь разделялось Гитлером. То есть суть была в том, что многие немецкие командующие были свято уверены в том, что да, новое советское наступление летом 1944 года последует на Западную Украину. И оно будет преследовать самые решительные цели. На карте рисовались стрелки в направлении аж Балтийского моря, о том, что русские попытаются срезать сразу две группы армии, группа армии-центр и группа армии-север. И вот эти попытки домысливать за советский генштаб, они оказались полностью провальными. Все эти предположения были абсолютно ошибочными. Это был колоссальный просчет, провал. И последствия этого немцам пришлось пожинать уже в первые недели советского наступления, когда была окружена 3-я немецкая танковая армия в районе Витебска, когда была окружена немецкая 9-я армия в районе Бобруйска, когда с помощью авиации дальней удалось справиться с немецкой артиллерией, когда улучшившаяся подготовка войск позволила взломать оборону, и дальше катастрофа развивалась подобно падениям Шорчев-Домино. Немецкие войска пытались отходить, их преследовали и громили с воздуха. Основные силы авиации немцев были сконцентрированы. Это была группа армии Северная Украина в ожидании того самого удара из района Львова-Ковеля, и катастрофа разрасталась, что называется, не по днём, а по часам. Поражение группы армии Центр летом 1944 года стало крупнейшим поражением германской армии за всю историю. Но оно было только стартом к череде поражений, которые последовали за этим. Катастрофа группы армии Центр в Белоруссии заставила немцев снимать дивизии батальона Тигров из группы армии Северная Украина. Был снят и командующий, то есть модули отправили в Белоруссию восстанавливать фронт с помощью тех войск, которые перебрасываются из бывшей его группы армий Северной Украины. По сути, он руководил даже двумя группами армий. И, конечно же, поглощение резервов происходило колоссальными темпами. Насколько понятно, что когда войска бросаются по частям под советский паровой каток, их эффективность использования невысока. Точно так же немцам приходится снимать войска из-под Нарвы для восстановления позиций на месте рухнувшей группы армии Центр. И линия Пантера, вот та линия укреплений, которая позволила немцам удержаться в конце весны 1944 года после скандального отхода от Ленинграда, она оказывается обойдена с юга. И оборона Нарвы, и Пскова, она, по сути, уже не имеет смысла, ввиду того, что советские войска вышли на оперативный простор, продвигаются к границам Восточной Пруссии. И здесь уже сам ход боевых действий вынуждал все дальше и дальше выкачивать резервы. Самое главное, были выкачаны резервы из группы армий Южной Украины, оборонявшиеся на подступах к Румынии, Читай, нефтепромыслам, Плоеште. И уже на излете лета удар двух советских фронтов, 2-го и 3-го украинских фронтов, которые возглавляли, соответственно, Балиновский и Толбухин, оказался уже неотразим. Более того, этот удар привел к окружению немецкой 6-й армии, дезорганизации двух румынских армий, и отходить те самые Факшанские ворота было уже некому. И Факшанские ворота преодолеваются, конечно, с боем, но они преодолеваются быстрее, чем если бы их успели занять полки и батальоны. А дальше уже следует и переворот в Бухаресте, но без вышедших на оперативный простор советской 6-й танковой армии и танковых корпусов, переворот мог быть немцами развернут спять. У них было несколько десятков тысяч человек, и это были не только зенитчики. Катастрофа в Румынии позволила лишить немецкое командование нефти, и топливный кризис вкупе с все более результативными бомбардировками заводов синтетического горючего лишил немцев всех видов топлива и для автомобилей, и для танков, и для самолетов. И жесточайший топливный кризис, по сути, означал конец Третьего рейха. Речь уже шла о месяцах борьбы. То есть теми запасами горючего, которые были у немцев, долго воевать они не могли. И в том числе это касается эффективности ведения боевых действий. Конечно, немцам еще удастся продержаться какое-то время на западной границе Германии, опереться на их укрепления, то есть на линии Зигфрида на западе, держаться на укреплениях Восточной Пруссии, но это уже будет начало конца. А положено все было с размышлений над картой Алексея Антонова. Поскольку именно он нашел то единственное верное решение, которое позволяло именно сокрушить германский фронт и сокрушить его на всем пространстве от Финского залива до Черного моря. Прибалтика была большей частью освобождена. Немецкие войска, которые вследствие ошибок, но это уже были ошибки Гитлера, когда он поддался на уговоры военно-морского флота и лично адмирала Денеца о том, что надо сохранить район тренировок подводных лодок на Балтике. Оставил крупную группировку, около полумиллиона человек, на Курлянском полуострове. Они были заперты в Курляндии. Советские войска вышли на подступы к Восточной Пруссии, высвободили значительное число и дивизий, стрелковых и танковых частей. И все эти силы могли быть теперь задействованы для последнего удара, удара в направлении Берлина. Успех советских наступлений летом 1944 года, это, конечно же, заслуга всех тех, кто сражался, от всех тех, кто шел в атаку, кто сидел за рычагами в башнях танков. Но очень важно было обеспечить всем этим бойцам и командирам хороший план. План удара там, где враг слаб. Враг слаб сегодня и сейчас. Потому что весной 1944 года немцы были сильны в Румынии, они были сильны на подступах к плацдармам на Днестре, и никакое мужество, никакой героизм не мог позволить переломить там ситуацию. А вот 20 августа 1944 года ситуация уже была совсем другой. Подвижные резервы изъяты, снабжение ограничено, и фронт 6-й армии сыпется, как карточный домик. То же касается и района Львова. Да, в бой пошли лучшие танковые армии. Первая танковая армия Катукова, уже гвардейская. Третья гвардейская танковая армия Рыбалка. Четвертая танковая армия Лилюшенко. Но успеха они могли достичь только после значительного ослабления группы армий Северной Украины. Даже ослабленную Северную Украину сокрушать понадобилось с немалыми усилиями. С тяжелым прорывом фронта, с проталкиванием танковых армий через узкий колтовский коридор. Одним словом, все шло непросто. Можно себе только представить, насколько сложна была бы задача войск Ванна Степановича Конева там, на Западной Украине, если бы из группы армий не были изъяты крупные танковые да и авиационные силы. Излишне говорить про Прибалтику. Там ситуация была практически патовой. А после успеха Багратиона, после успеха той стратегии, которую предложил и отстоял Антонов, освобождение Прибалтики шло довольно быстро. И позиции под Нарвой обойдены, охвачены. Освобожден Таллин, освобождена Рига. Советские войска вышли на берег Балтийского моря. Одним словом, огромный успех. Огромный успех, который даже в какой-то момент отказались верить. Хотя союзники, благодаря чтению немецких радиограмм, могли видеть все в прямом эфире, но они в какой-то момент даже не поверили в успех советских войск в Белоруссии. Чтобы их убедить, провели маршем по Москве 17 июля 1944 года, взятых в плен только что в Белоруссии немецких генералов, полковников, массу солдат и офицеров. Более 50 тысяч человек. Все эти люди, пройдя по улицам Москвы, показали в том числе правильность тех размышлений, которые привели Антонова к тому самому, может быть, лучшему за войну решению. От того, как планируется операция на уровне Верховного командования, очень многое зависит. И Антонов это лишний раз показал. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на лекторий Достоевский. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok